Вести Карачаева, Черкесия Республика увеличила отгрузку зерна, кукурузы и свежих овощей. И последний звонок для выпускников Карачачьей кейси в этом году прозвенит 22 мая в понедельник. Далее подробности. В Доме правительства Карачачьей кейси составилось совещание по исполнению поручений президента страны по вопросам реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Участники мероприятия рассмотрели вопрос, касающийся реализации планов, графиков, проведения работ по установлению местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, а также выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и постановки указанных объектов в Единый государственный реестр недвижимости. В Карачачьей кейси, как и других субъектах страны, готовится к открытию филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В настоящее время проводится ремонт здания филиала организации. Сотрудники фонда проходят соответствующее обучение в Российской академии народного хозяйства и гражданской службы в Пятигорске. И проводится подготовительная работа по организации межведомственного взаимодействия. Региональный фонд будет координировать вопросы оказания помощи не только ветеранам специальной военной операции и семьям военнослужащих, но и всем ветеранам боевых действий. Здесь можно будет получить все необходимые услуги. Отделение будет работать во взаимодействии с Министерствами труда и социального развития, здравоохранения, МФЦ и другими ведомствами для комплексного оказания помощи. Фонд займется комплексным сопровождением военных, обеспечением социальной адаптации, обучением, содействием в трудоустройстве, а также помощью в оформлении и получении социальной поддержки. Он будет располагаться в республиканской столице по улице Гагарина, 24. Персональным сопровождением адресатов поддержки займутся социальные координаторы, подготовленные фондом. Сайты госучреждений Карачачи Кейси перейдут на единую облачную платформу Госвеб. Это сделает взаимодействие с сайтом быстрым и удобным, а значит трудности с навигацией останутся в прошлом. Более того, это будет красивый дизайн и самая высокая степень информационной безопасности. К платформе будут подключены органы местного самоуправления, общеобразовательные и дошкольные учреждения, а также медицинские организации. На крупнейшей в России выставке будет установлен коллективный стенд Карачачи Кейси. Предприниматели в сфере туризма и гостиничного дела презентуют туристический потенциал республики на выставке Russia Halal Expo. Выставка состоится в рамках Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум-2023» с 18 по 20 мая текущего года в Казани. Регион предстоит компании в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Russia Halal Expo – крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов, которая представляет собой уникальные пространства для продвижения и развития бизнес-проектов и площадку для построения конструктивного диалога между участниками форума. В Станице-Преградном Урупского района завершается строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену. Готовность 81%. Сейчас здесь выполняется монтаж внутренних инженерных систем, крылец входов, системы вентиляции, новая дизельная электростанция, а также идут работы по чистовую отделку помещений. В Черкесске началась реконструкция каскадной лестницы, ведущей в парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Это одна из достопримечательностей города, чье преображение порадует как жители, так и гостей республиканской столицы. Работы по реконструкции завершатся к 1 сентября этого года. В Карачао-Черкесе, как и России в целом, продолжается весенний призыв. Сколько юношей в нашей республике получили повестки и где будут проходить военную службу, рассказал военнокомиссар региона Сергей Белобородов. Традиционно в нашей республике призыв будет проводиться с 1 апреля по 15 июля этого года. С республики более 300 молодых ребят будут призваны для прохождения военной службы в ряды вооруженных сил, войск национальной гвардии и министерств чрезвычайной ситуации. Чаще всего наши ребята распределяются для прохождения службы в Южном военном округе. Ну и почти третья часть уйдет в войска национальной гвардии. Карачао-Черкесе увеличило отгрузку зерна кукурузы в четыре раза и почти на одну тысячу тонн свежих овощей. С начала 2023 года Северокавказское межорегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало отгрузку 35 тысяч тонн под карантинной продукции при ее вывозе с территории республики. По сравнению с предыдущим годом, наша республика серьезно нарастила поставки зерна. Больше всего зерна направлено в Астраханскую область, а также в Краснодарский край и Дагестан. Помимо зерна из Карачао-Черкесе идет отгрузка тепличных свежих овощей. С начала года их отправлено более пяти тысяч тонн. В первом квартале текущего года в банковском секторе республики выявлено три банкноты Банка России номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Это в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время за три месяца текущего года на территории Карачао-Черкесе не было обнаружено ни одной поддельной банкноты иностранных государств. Для сравнения, за январь-март 2022 года нашли две поддельные банкноты по 500 евро, сообщили в пресс-службе отделения Национального банка Республики Южного главного управления Банка России. Проверить банкноты на подлинность жители Карачао-Черкесе могут в специальном мобильном приложении «Банкноты Банка России». В Карачао-Черкесе прошел образовательный семинар «Единые стандарты кавказского гостеприимства». Мероприятие было нацелено на повышение качества оказываемых услуг в индустрии туризма и гостеприимства, а также совершенствование системы подготовки кадров Северокавказского федерального округа в этом направлении. Так, участники обсудили туристический потенциал и стратегический приоритет развития туризма в регионе, межрегиональную интеграцию Северокавказского федерального округа, единые стандарты кавказского гостеприимства, технологии эффективного операционного управления отелем и сотрудничества с национальными и региональными туроператорами и другие актуальные вопросы. Учебный год подходит к концу. В этом году Министерством просвещения страны рекомендовано провести праздники, введенные даты для всех регионов России. Последний звонок для выпускников Крача-Черкесии прозвенит 22 мая в понедельник. В текущем учебном году 9 класс оканчивает более 5600 учащихся, а 11 класс более 1600. В 2023 году коронавирусных ограничений не будет, поэтому и праздничные мероприятия, посвященные празднованию последнего звонка, пройдут в очном формате. В Крача-Черкесии открыт летний набор на курсы программирования для школьников «Код будущего». Они состоят из четырех модулей по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые 2-3 модуля, остальные осенью этого года. Записаться можно на 19 программ от 12 ведущих вузов и IT-компаний. Уточнить наличие мест на отдельных курсах и площадках можно на странице проекта «Код будущего». Обучение бесплатное. Старт в июне этого года. Для участия нужно выбрать курс, подать заявление на госуслугах госуслуги.ру, фьючеркод и пройти вступительные испытания. Напомним, на летних программах «Кода будущего» можно изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, языки программирования PHP, JavaScript и другие. Успешно сдав экзамены, школьники получат сертификат об окончании курса. Прием заявок продлится до 31 мая текущего года. Преподаватели и студенты кафедры лесного отдела Северокавказской государственной академии провели уборку на берегу реки Большой Зеленчук в селе Даусуз. Мероприятие стало внеочередным всероссийской акции. Так, студенты после выездного практического занятия на базе питомника Урупского лесхоза не смогли пройти мимо скопления мусора и провели уборку почти полукилометровой береговой линии. В Центре молодежного и инновационного творчества в Черкесске состоялся показ документального фильма «Вместе мы и сила», включающего экскурс по истории Донбасса к неотъемлемой части России, сюжет о герое России Канамате Баташеве и интервью с участником специальной военной операции Астемиром Шибзуховым. Картина снята в рамках проекта преподавателя истории Карача-Черкесского технологического колледжа Арсена Карасова. Напомним, проект получил грантовую поддержку Фонда культурных инициатив и направлен на формирование устойчивого понятия о тесной исторической взаимосвязи Донбасса, развитие чувства патриотизма, а также повышение интереса детей к истории России и сохранение исторической памяти. 200-летняя сосна Архиза претендует на звание «Российское дерево года». Проголосовать можно на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» до 1 августа текущего года на сайте Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы». Сосна поляны Таулу в списке под номером 19. Она произрастает на знаменитой в среде горных туристов и альпинистов поляне Таулу, с которой начинаются многочисленные горные маршруты и на которой расположены гостевые дома, кемпинги и простые палатки. Крупное, очень красивое дерево сосны возвышается над остальными деревьями и служит украшением поляны. Дерево почитается как простыми туристами, так и профессиональными альпинистами. Оно было признано памятником живой природы и пополнило Национальный реестр старовозрастных деревьев в России. В Черкесске прошел интересный мастер-класс по гончарному ремеслу, который длился два дня и был организован для двух групп участников. В рамках мастер-класса участники изучили основы гончарного дела и научились создавать изделия из глины своими руками. Опытный мастер поделился секретами мастерства и показал участникам, как правильно работать с гончарным кругом, выбирать формы для изделий и подбирать нужный вид глины. Каждая группа участников имела возможность создать несколько изделий, которые они могли забрать с собой домой в качестве сувениров или подарков для друзей и близких. Подобные мастер-классы будут проводиться и в будущем, чтобы еще больше людей смогли познакомиться с этим увлекательным и полезным ремеслом. Федерация шахмат Карача-Черкеси провела республиканский турнир, посвященный памяти многократного чемпиона республики Альберта Шаманова. В абсолютном зачете победителями стали Мухтар Лайпанов, Аслан Тишелев и Александр Ковенко. Ну и последняя информация. Наши спортсменки Илья Ахмедова и Сабина Шевхужева стали серебряной и бронзовой призеркой, соответственно, всероссийских соревнований по тэквондо Кубок Рязанского Кремля среди девушек 12-14 лет в Рязани. Победители состязаний получили привилегированную позицию при жеребевке на первенстве России. Кубок Рязанского Кремля ежегодно собирают около полутора тысяч участников и являются рейтинговым. Впереди у тэквондисток тренировочные мероприятия по подготовке к первенству России среди юношей и девочек 12-14 лет, которое состоится в июне в городе Шахты Ростовской области. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утро местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В горах местами плюс 9-14 и выше 2,5 тысяч метров слабая лавина опасность. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Солбик террометра поднимется до 21 градуса. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нирова. Субтитры предоставил DimaTorzok и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!